Сложные времена требуют нового подхода. В Чебоксарах в центре «Мой бизнес» прошло деловое ток-шоу «Как управлять сбережениями в условиях глобальных вызовов». Как экономить, придумывает каждый сам, а вот как потратить, стоит спросить у специалистов. Ифат Фадкулин смог накопить небольшую сумму и взял ее с собой. Вратила финансового рынка не просто рассказали нашему репортеру, а показали, как приумножить честно заработанное. Деньги из бумажника перекочевали на карту. По сути, пластик убил саму идею бумажных купюр. Наличность из продукта и товара, а именно так ее рассматривали экономисты еще несколько лет назад, превратилась в виртуальные нолики и единички. Чем их больше, тем богаче человек, хотя и не может их ни подсчитать, ни потрогать, ни даже послушать их волнующий шелест. Теперь и пластик уходит в прошлое. Цифровой рубль идет на замену. Это такой проект, который, очевидно, будет приходить в нашу жизнь. Он как третья форма денег, наличный, безналичный. Вот сейчас цифровой рубль должен будет, с моей точки зрения, обслуживать оборот цифровых финансовых активов. Закон начал действовать от цифровых активов с 1 января. Цифровой рубль поможет отслеживать умные контракты, то есть виртуальные сделки в интернете с прицелом на будущее. Их уже сейчас заключают, но контроль минимален. В итоге несуществующие деньги за несуществующие товары, которые, возможно, появятся в будущем, раздувают вполне реальный финансовый пузырь. Если он лопнет, все помнят кризис ипотечного рынка США, обвал мировой экономики. При этом игра на понижение курсов, особенно в условиях постпандемии, на инфляции может принести и вписывается в законы экономики по Марксу. Насколько оживился спрос? В некоторых городах, ну вот просто по недвижимости бум, если взгляд, там Москву, там Сочи. Сбережения в условиях такой вот высокой инфляции, ну невозможно обеспечить на очень низко рискованных активах такую доходность. Поэтому сейчас, наверное, нужно говорить больше об инвестиции. Так какой же инструмент более выгодный? Ответ у бизнес-консультанта Андрея Николаева. Сегодня много говорится о сложном. Давайте простым языком. Вот представим, у вас есть 100 рублей. Как вы эти деньги потратите с умом? Могу ответить, наверное, нашим бизнес-консультантским анекдотам. Когда обращается человек, говорит, помоги мне с инвестициями, дай мне совет. И консультант говорит, вам советовали консультацию? А в чем разница? Ну, совет бесплатный, а консультация платная. Ну, тогда, говорит, мне совет. Мой тебе совет, купи консультацию. Деньги, которые лежат под подушкой, ничего не создают. Более того, учитывая инфляцию, с годами они обесцениваются. Резаная бумага, пусть и с четырехзначными цифрами, не стоит точно ничего. Рифат Фадкулин, Павел Иритков, Республика.